И к другим темам. В Тюмени сегодня испытывали роботов на прочность. В технопарке состоялись соревнования по робототехнике. Сражались 27 команд. Лучших из них назовут завтра. Добавлю, Тюмень – это первый город, который получил право самостоятельно проводить соревнования такого формата. Все благодаря сертифицированному полигону. Яна Пелеховская увидела, как взлеты и падения происходят у управляемых машин. Абсолютно разные эмоции у болельщиков. Родители не скрывают переживаний. Педагоги спокойны. Иван Зиноров еще не отдохнул после Кубка губернатора. И вот новые соревнования. На старте семья уже с 7 утра. Он быстро там что-то собирал. Сильно очень разрезал руку. Вся футболка была в крови. Но однако он не стал там ни останавливать, ни заматывать. Быстрее продолжил. Иван соревнуется в категории «Искатель». Участники во время заезда находятся прямо на полигоне. Две попытки, каждая по 10 минут. Сложнее экстремалам. Ведь они смотрят на препятствия глазами собственных машин. Каждый участок этого полигона оценивается в разное количество баллов. Так, те, кто преодолеет вот эту конструкцию, получат от 30 до 70 баллов в зависимости от яруса. Ну а тем, кто сберется по этой лестнице, начислят сразу 500. Есть и система штрафов. Отпала деталь – минус балл. Взял робота в руки – еще минус. Испытания максимально приближены к федеральным. У ребят есть испытания, которого нет у нас. Она называется «шахта». Довольно интересная. Там полное затемнение, препятствия. И робот должен ориентироваться в этих условиях. Там ставить камеру, может быть, какие-то фары. Потому роботы здесь разные. От невесомых конструкций до монстр-траков. Все на усмотрение создателей. Также на этой модели есть защитная крышка для камеры, чтобы, когда модель переворачивалась, камера неподвижно стояла на месте. Потому что она может перевернуться, и тогда обзор будет совсем другой, и можно вообще не видеть модель. Здесь ребята уверенно осваивают профессию будущего. Робототехника заменяет в настоящий момент многие профессии рутинные. Повышает производительность труда на производстве. Делает нашу страну и продукцию, которую мы производим, конкурентоспособной. Победители зимой будут представлять регион на российских соревнованиях в Москве.